Моя родственница, которая термина масса, ну, аромка филимитуры для челя-стрынка и для кита. Мой мой ребенок был полным реверенцы и поесть пына. Пына, в определенный способ, ест пыта на лотке, он панет на голову, пыта на эфире. Манкария не ест в парфуре. Но у меня есть несколько других разгов, как так сказать, работа с материалом. Я заметил за собой вещи гораздо более страшные, чем особенное отношение к тебе. После нескольких недели плотного изучения материала о голоде, я поняла, что мое сердце так очистила, что я не воспринимаю материалы эмоциональные. Я воспринимаю исключительно рациональные, ничего больше не удивляюсь, ничего уже не страшит, я просто холодно перелисываю страницы и фиксирую какие-то факты. Я заметил, что моя психика просто фиксирует какие-то факты, но ничего не ужасается, а не адаптировалась к этой страшности? В какой-то мере, наверное, можно сказать, что она стала ненормальной и стала нормальной, то есть у меня случился у самой внутри сдвиг нормальной. Это было, пожалуй, страшно, действительно замечать из собой как какой-то кусочек души, словно отмер или зачерствел, и не способен больше пугаться, ужасаться, сострадать. Это было, пожалуй, как будто нет. Это было самая неприятная открытия для себя, потому что мне казалось, что я себя знаю, а казалось, что нет. Мы себя, пожалуй, вряд ли знаем. Это было очень сложное, чтобы показать, как мы себя чувствуем, как мы себя чувствуем, как мы себя чувствуем, как мы чувствуем ситуацию в вашем голове. И поэтому мы чувствуем, как мы чувствуем, как мы чувствуем, как мы чувствуем, если мы чувствуем ситуацию в вашем голове. Вот это открытие, которое я при себе сделаю, что психика быстро достает и адаптируется и начинает зачерствовать, мне было важно, чтобы это зачерствление не достигло читателей. Константы эти вопросы о мне и о том, что психика у меня появилась инсенсивная в моменте, я пытаюсь сделать это так, чтобы эту симплимент, эту историю, чтобы не собрать читатели. Мне было важно, чтобы читатель, идя по сюжету книги, Шелону Самаркад, чтобы он, точно так же как я, не стал ни оттаргать материал, ни привыкать к нему. Для меня было важно, чтобы читателям разводить книги, чтобы не становиться как мне, в отличие, на тот момент, с частью своего сердца, на то, что читает. Было важно сохранить его интерес и при этом не сделать привычным те ужасы, которые описывают. У меня было очень много вопросов, как вы строите его так, построите его так, чтобы он привлекал за собой читатели, и давал его приятел привыкнуть к теме. Я представила, внутри себя такие большие рисы, на одной чашке не жалла тема мулы, да, очень тяжелая тема, которая весела и звучит много. А на другой чашке я встала классика какие-то художественные решения, художественные приемы для равновешения их. И, в целом, в целом, в целом, я начну, сí, сí, си, 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 си. Роману на «Авентури». Я предложила о теме о «Амарии Фламете» в форме того, как у Романи «Авентури». Есть поезд «Сотними голодающих детей». Мы имеем в виду 500 детей, которые «софлю» из фламени. Этот поезд, этот дешевот, должен доставить из города Казани, в городе Казани, в городе Смаркад, в хлето, сытое, солнечное. И этот дешевот, должен доставить из города Казани, в городе Казани, в городе Казани, в городе Казани. Начальник эшелона должен обеспечить детей обуви, одежды, питание, лекарствы, должен справиться еще сучи разных задач и совершить много мелких подвигов по дороге, чтобы вывести эшелон и довести его до конечной точки. И вот эти вот приключения по дороге, многочисленные, быстрые смены пейзажа за окном, точка А начальная, точка Б конечная, мне кажется, что все это, все эти конвенции приключенческого жанра, и, в итоге, смогут, как автору наисисти, тема бога. И, в итоге, мне кажется, что, в этой форме романтии, и, ой, поведен все в социальной своей степени. В итоге, надо выходитьech,